Азан.кз представляет В Священном Хуране говорится смысл «Кто бы не совершил добро, хотя бы на вес пылинки, он обретет воздаяние за него. Кто бы не совершил зла, хотя бы на вес пылинки, он обретет возмездие за него». 99-я сура 7-8 аяты. Этимология имени Аль-Адаль образована на корневом арабском слове Адаля «быть справедливым, правосудным, равнять». Слово Адаль с арабского языка переводится как «справедливость», «правосудие», «беспристрастие», «честность». Антонимом слова Адаль «справедливость» является слово «зульм», что означает «несправедливость», «тиранию». Аллах справедливейший, извершающих справедливость. Его правосудие и справедливость охватывает все сущее. Он явит своим рабам высшую справедливость и в этом мире, и в ином, вечном мире. Все деяния людей в мирской жизни будут оценены в судный день справедливостью Аллаха. Аллах сообщил нам в Коране о том, что ни одно бесчестие несправедливых не останется без воздаяния, и ни одно благое слово не будет обойдено вознаграждением. Добро и зло не могут быть равны перед Аллахом, и Он рассудит между ними по справедливости. Обителю, где справедливость Аллаха проявится в самой явной степени, является жизнь последующая. Аллах сообщает нам об этом в Коране. Смысл? Скажи, наш Господь соберет всех нас в судный день, а потом рассудит между нами по справедливости, ибо Он – всеведущий, судья. 34 сура, 26 аят. В хадисе кудси, переданном пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, Аллах говорит, «О, мои рабы, я запретил себе несправедливость, запретил ее между вами. Не поступайте по отношению друг к другу несправедливо. Справедливость, придерживаться которой повелел Аллах, подразумевает справедливое отношение к Нему и Его творениям. Для этого человеку следует исправно выполнять все возложенные на Него обязанности, связанные с его телом и имуществом. Если человек занимает руководящую должность, ему надлежит выполнять свой долг, неся бремя ответственности и беспристрастно относиться к людям. Это в равной степени относится к тем, кто правит, кто принимает законы и к тем, кто судит. Человеку запрещено обвешивать и обманывать других во время торговли и несправедливо обходиться с людьми. В Хоране сказано смысл. Воистину, Аллах велит вам возвращать веренное на хранение имущество аманат его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чему вещевает вас Аллах. Воистину, Аллах слышащий, видящий. 4 сура, 58 аят. Слово аманат распространяется на все, что человеку доверяют сохранить или поручают выполнить. Аллах велел своим рабам сохранять доверенное им имущество и выполнять порученное самым совершенным образом. Он запретил присваивать себе часть веренного на хранение имущества или задерживать его возврат. Это предписание распространяется на власть, имущество и тайны, которые могут быть доверены людям, а также на все праведные деяния, которые известны одному Аллаху. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует в хадисе, переданном от Абдуллаха ибн Омара. Да будет доволен им Аллах, сказал. Воистину, справедливые у Аллаха будут восседать на подиумах из света. Это будут те люди, которые были справедливы в вынесении своих решений, справедливы к своим семьям и к тем, над кем они поставлены управлять. В широком смысле прекрасное имя Алядль означает «повелевающий справедливость», тот, у кого порядок, решения, дела, справедливы, не проявляющий несправедливости и запретивший это остальным, чистый от несправедливости в своих делах и решениях, дающий каждому по заслугам, являющийся источником наивысшей справедливости, обходящийся со своими врагами справедливо. Субтитры создавал DimaTorzok